Роман Романов. Константин Натанович, здравствуйте. Очень интересное ваше мнение по поводу взглядов и деятельности журналиста Аркадия Бабченко. Спасибо, Роман. Роман. Аркадий у меня в друзьях. Мне очень нравится то, что он делает. Модель того, что он делает для меня. Это вот он взял в руки огромный дрым, бревно. И этим бревном вот эту болотную жижу перемешивает, вызывая страшное раздражение со всех сторон. Там и среди сторонников Украины, и противников Украины, сторонников авторитарного режима Путина, вызывая раздражение пропаганды и контрпропаганды. Но это очень полезный процесс. Он иногда обращает внимание на явления, процессы, о которых другие не говорят. Ну вот, доставляет кислород в самые глубины, так сказать, этого болота. Значит, это бурлящее болото, которое вдруг оживает. Такое стабильное, неподвижное, покрытое ряской. Вот он эту дубину, этой дубиной крутит, весь этот, все это дерьмо, если уж называть вещи своими именами. Оно булькает, оно, ему это не нравится, этому болоту, и окружающим не нравится. Какие-то пузыри, какие-то газы возникает, метан вдруг начинает подниматься из самых глубин. Значит, опасно просто, взрывом опасно. Он горючий материал, этот метан. Понимаете, а он смело так крутит, называя вещи, как он считает, своими именами. Ну, это, может быть, не очень точный образ, то, что я придумал. Не все он позволяет объяснить в действиях Аркадия. Но это, безусловно, интересно. Он делает все очень талантливо. Не соглашаюсь с ним довольно часто. Рука тянется лайкнуть его пост. А я себя останавливаю и говорю, погоди, это же не твоя точка зрения. Вот. Но, тем не менее, это все очень интересно. Я в моменты, когда, ну, раньше, во всяком случае, когда Аркадий подвергался атакам, серьезным атакам. Вот. Я его защищал. Ну, с точки зрения, там, многих, скажем, Олега Панфилова, он пропагандист Порошенковский, Порохобот. Ну, он имеет право на эти взгляды. И это интересно. Он имеет... Он очень плохо относится к Зеленскому. Очень хорошо. Пусть критикуют его. Я бы хотел критиковать Владимира Зеленского. Не делая это по каким-то глупым соображениям, связанным с тем, что его надо поддерживать. Аркадий его критикуют очень жестоко, иногда бессмысленно, иногда очень эмоционально, несодержательно. Но критикуют, и это хорошо. И пусть продолжают. Продолжение следует...